Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США обеспокоены тем, что Россия получит выгоду от глобального потепления. На официальном сайте Конгресса США размещен документ, содержащий способы борьбы с глобальным потеплением. Необходимость указанной борьбы обусловлена негативным характером будущего потепления на состояние американской экономики. При этом отмечается, что наибольшую выгоду от изменения климата получит Россия. Документ ссылается на позицию Национального совета по разведке США и прогнозы американских ученых. Отмечается, что благоприятный характер потепления на развитие сельского хозяйства в России столь велик, что создает угрозу национальной безопасности США. США, напомню, является с отрывом крупнейшим экспортером продовольствия в мире, зарабатывая на поставках своей сельхозпродукции ежегодно под 200 миллиардов долларов. Согласно шестого отчета Международной группы экспертов по климату, Арктика практически полностью избавится от ледяного покрова до 2050 года. Американские эксперты отмечают, что Россия за счет своего уникального географического положения завладеет преимуществом Арктики. Регион Арктики, по оценкам геологов, наиболее богат энергоресурсами и до сих пор мало исследован. Из-за потепления навигация вдоль Северного морского пути, контролируемого российскими военными, заметно упростится. Затраты нефтегазовых компаний на разработку месторождений на суши и шельфе снизятся, а прибыли от продажи добытых ресурсов вырастут. В феврале 2021 года ученые Пристонского университета опубликовали доклад, согласно которому к середине столетия средняя температура на планете Земля увеличится на 5,3 градуса. При этом северные арктические широты будут теплить заметно быстрее южных. Наиболее сильно пострадают от глобального потепления страны Центральной Америки, страны Африки, Ближнего Востока и Индии. По оценкам ученых Пристонского университета, повышение средней температуры на территории России всего лишь на 1 градус Цельсия, приведет к росту производительности труда на 8,9%. При этом глобальное потепление в южных странах приведет к снижению деловой активности. Столкнувшись с неблагоприятными условиями проживания и хозяйствования в южных широтах, обеспеченные жители Земли захотят релацироваться в северные широты. Указанная тенденция приведет к притоку капиталов на рынке России и Канады. Тем временем, по данным Центра окружающей среды Высшей школы экономики России, с 1838 года средняя температура в Барнауле выросла на 3,5 градуса. При этом северно-арктические районы утеплеют заметно быстрее. В 2050 году средняя температура в российской Арктике может вырасти на 6-8 градусов Цельсия.